Итак, всем привет! Мы находимся на очередном готовом объекте, обжитом объекте, и нас сюда пустили в воскресенье. Очень любезно, спасибо заказчикам за это большое. С нами здесь делалось три помещения, они небольшие, но очень насыщенно сделаны, скажем так. Ну и, соответственно, квартира будет еще полностью доделываться также нами. Есть интересные решения, и я вам их показываю. Мы сейчас находимся в детской, здесь, соответственно, два однополых ребенка, но, понятно, их как-то надо было разделить. Сделано это вот такими рейками. Рейки это не наши, несмотря на то, что у нас есть там, да, свои люмферовские рейки, у Флек сейчас появились рейки. Но, тем не менее, вот это вот устанавливали мебельщики, то есть там все это стоит на закладной такого же цвета. Наша задача была все это дело обойти. Все это выполнено через сороковой слот. Это единственный раз, когда я вижу, что мы не установили трубоподцвет. Это как бы желание заказчиков, да, то есть наша задача была просто обойти это вот так вот красиво в потолке. Мы с этим справились. По периметру у нас полностью стоит теневой краб. Мы сейчас все чаще-чаще вводим по умолчанию в каждой комнате ставить 10% погонных метров аэркраба. Для тех, кто не знает, аэркраб это дышащий профиль для того, чтобы, если у вас гуляют какие-то воздушные массы, да, там за потолком, если у вас есть щели, вы плохо вот заделали к соседям, да, там какие-то в плитах перекрытия, чтобы у вас потолок туда-сюда не дергался, соответственно, происходит циркуляция воздуха. Вот это полностью стена идет на аэркрабе. Это очень интересная штука, чтобы у вас потолки не гуляли. Здесь такой проблемы нет. Вот такой вот утепленный балкон, он же рабочая зона. Здесь просто сделано достаточное количество светильников, два светильника, больше именно в зоне компьютера. И здесь установлен такой вот карниз АМ1, да. Я про него только слышал, и, честно говоря, вот здесь я его на объекте вижу первый раз. Надо было прижать вот такой арочный карниз, он должен быть однополосный, небольшой, к стене. Ну и вот, соответственно, его сюда установили. То есть он там вот, честно, просто не заведенный. Решение спорное, я бы сказал. Но, тем не менее, функцию все выполняет. Шторы придвинули вплотную к стене. Здесь просто висит тюль, здесь не нужны какие-то плотные шторы. Для плотных штор здесь просто есть рулонки. Возьмем другую комнату. За освещение здесь отвечают всем любимые GX. А еще мне, значит, понравилось, это так уже отдельно. Второй свет, второе решение с выключателями. Это когда сейчас выключаешь, видишь, включается бра. Классно смотрится, потому что бра работает на 3000 кельвинов. Вот, кстати, тоже для заказчиков. Вот это теплый свет 3000 кельвинов. А вот это белый свет 4000 кельвинов. То есть вот это вот днем мы используем, вот это мы на вечер используем. Мебель устанавливалась до нас. Вот этой же эмалью сделана сверху планка доборная. Я уже неоднократно об этом говорил, то что это лучшее решение по примыканиям. Шкаф интегрирован в потолок. То есть сначала стоит шкаф, его закрываем пленкой перед монтажом. И просто мы прямо к этой планке прикручиваемся. Мы уже сталкивались с тем, что есть определенные мебельные компании, которые говорят, если вы прикрутитесь, мы вам гарантию на шкаф не даем. Я просто не представляю, как влияет прикрутиться в эту планку. И, допустим, работа вот этой петли. У каждого своя клиента ориентированность. Давай так. Вот эта стенка, она чуть увеличена, чтобы мы также могли в нее вкрутиться. Тем самым получаем нормальное ровное примыкание, как везде по периметру. В шкаф встроен потолок, никаких щелей нет. Тоже очень интересное решение. Красивый санузел с душевой кабиной. Здесь обычные стандартные потолки. Еще одна комната. Это уже взрослая спальня с такими прекрасными прикроватными бра. Я так люблю все эти истории. Здесь, кстати, все на кнопках работает. Тоже очень классно. Сейчас все чаще-части у заказчиков вижу, набирают обороты эти кнопки. Это очень удобно. Там просто в счетчике стоят реле переключения. Короче, можно очень круто собирать. Обычный потолок. Вот по этой стене полностью установлен аэр. То есть фишки аэра установлены вот так вот тут, тут, вот тут и так далее. И есть как бы определенный зазор, чтобы у нас потолок не гулял. Но при этом потолок не гуляет. Из вот этих колонн, понятно, такая довольно сложная конфигурация. Но я понимаю, что это особенность дома. То есть выставлены колонны. Точнее, вот эта есть колонна, а вот эта просто достроили симметрия. Теневой профиль. Установлен ПК-5 карниз в зоне штор. Потому что шторы, видишь, сделаны как ниша. Батареи. Все туда утоплено. Здесь тоже сделано как ниша. Здесь угол выпирает. Гордино идет непосредственно только здесь внутри. За пределы оконного пространства она не выходит. Ну и вот такая аккуратная люстрочка. Сделаем все. Еще здесь зона гардероба. Вот здесь вот дальше станут двери купе. Вот именно в этой зоне, чтобы не переплачивать там за лишние метра, 3-4 метра сделаны на обычном профиле. Опять же, это экономия там как минимум 3 тысяч рублей. Тоже очень хорошо. Это наши технологи помогают все продумать, чтобы вам лишнего не переплачивать. На этом все. Объект мы еще здесь будем продолжать. Поэтому, возможно, мы сюда вернемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok